В 40 километрах от Кишинева находится село Рыжково, в котором проживают чуть больше тысячи человек. Буквально год назад населенный пункт утопал в мусоре, который местные безответственно выбрасывали на обочины дорог, во враги и даже под собственные заборы. Сегодня ситуация кардинально изменилась. В селе чистота, порядок и культура сортировки бытовых отходов. Причиной столь резких перемен стали действия одного человека, уставшего от халатного отношения к природе. Режиссёр Дмитрий Микитенко вместе с женой Екатериной решил ненадолго сбежать от городской суеты и перебраться ближе к природе. Выбор пал на село Рыжково Кривлянского района. Мыслей о генеральной уборке села у мужчины не возникало до тех пор, пока однажды он не увидел, как строители выкинули его мусор во враг, считавшийся у местных чем-то вроде свалки. Это и стало переломным моментом. Мне как-то так стыдно стало, думал, нет, всё, надо, чтобы этот враг был чистый. Потом прошло пару дней, думаю, фух, слава богу, что я никому не говорил про это, потому что там столько того всего убирать. А потом через несколько дней я проходил в другом месте, вижу, и там мусор, и там мусор. Думаю, нет, всё-таки надо, надо организовать какую-то акцию, надо попробовать почистить село, как-то людей вдохновить. Вооружившись камерой, Дмитрий принялся реализовывать свой план в жизнь. Периодически он просил друзей выступить в роли операторов. Агитировал принять участие в уборке и селян. Одни искренне поддерживали инициативу Дмитрия, другие только улыбались, но помогать не спешили. Режиссёр признаётся, главная задача не найти помощников, а напомнить людям о более важных вещах. Я хочу, чтобы люди вспомнили, что они любят свою родину, страну, что это всё-таки то место, где нам предстоит жить, где предстоит жить нашим детям. Уже сейчас мы можем что-то предпринять, ну как минимум сортировать мусор. А начинать менять мир нужно с себя. Сейчас в селе оборудованы специальные мусорные баки, установку которых Дмитрий взял на себя. Когда система сортировки мусора заработала, режиссёр передал её в ведомство местной мэрии. Теперь за порядком будут следить власти, а миссия Дмитрия продолжается. Он намерен показать фильм, снятый об уборке села Рыжково, как можно большему числу людей. Мы начали относительно недавно стараться сортировать мусор, как-то пытаться более осознанно к этому относиться, но поняли, что есть много нюансов, которых мы не знаем, не понимаем, как действовать. Хорошо знаю эту семью, слежу за их творчеством. И было очень неожиданно узнать, что снят фильм. Вот хочу посмотреть. Главная опора и поддержка режиссёра, его супруга, уже в пятый раз пересматривает ленту, снятую мужем. Екатерина вспоминает, что было трудно, но она и дальше намерена поддерживать начинание с ужиного. Они хотят этот фильм дальше показывать на фестивалях, чтобы завоёвывать какие-то награды и чтобы поднимать эту проблему не только у нас, а в принципе, что мы люди и ответственность за то, что происходит с планетой на нас. И мы можем и должны это менять. После показа Дмитрий пообщался с аудиторией о проблеме мусора не только в нашей стране, но и в мире в целом. Вне зависимости от опыта заботы об экологии, вывод из беседы люди вынесли единый. Начинать всегда нужно с себя.